именинников вы знаете мы еще сегодня молимся за именинников поэтому давайте вы останетесь на своих местах те кто родился в январе пожалуйста вы стойте все остальные можете присесть чтобы вас видели хотя бы да давайте мы поприветствуем наших именинников и Людмила Алексеевна Купренко вы здесь где вы рукой помешать вы здесь Боже мой я даже смотрю на вас я смотрю на то что мне написали я не верю что тут они правду мне написали поэтому даже не буду озвучивать что они мне тут написали но мы помолимся за тех кто родился в январе и помолимся Людмила Алексеевна за вас чтобы Бог дал вам крепость силу здоровья чтобы еще долго долго служили Господу хорошо отец совместно мы благословляем Господь наших именинников мы благословляем Господь крепостью силой здоровьем Господи долгими днями жизни я молюсь Господь за братьев и сестры кто с нами через онлайн они родились Господь в январе Боже пусть крепость сила мудрость Господь и здоровье будут от тебя мы благословляем Господь каждого именинника мы благодарим тебя Господь за то что ты Бог который дал им Господь великое благо родиться в январе господь ты хранил до сегодняшнего дня господь и заботился о каждом день жизни господь я молюсь господь чтобы ты дал им господь долгие дни жизни крепость силу здоровья господь и хранил от всякого зла а мы господь благодарим тебя господь за великое благо которое ты дал нам жить и служить тебе в одном поколении тебе слава веки веков весь народ божий скажет аминь жизнь рождения вас дорогие дмила аксель на это вам от нас присаживайтесь пожалуйста кто стоит хорошо быть в доме господнем аминь я приветствую тех кто с нами через онлайн тоже хорошо быть в доме господнем в это время даже если через онлайн я говорил о том что в это воскресенье я скажу что мы будем делать весь год мы молились с вами выпустились каждый постился как он мог как у него получалось и вот интересно что когда мы были с братьями на выезде постились и вот каждый же ожидает что-то от господа на и это был интересный такой опыт давайте мы склоним наши головы отец семейство мы здесь для того чтобы изменяться для твоей славы я молюсь господь чтобы слово тебя она была простым понятными доступным для каждого человека то есть то я молюсь чтобы ты сегодня прославился на этом месте чтобы ты боже коснулся каждого из нас мы ожидаем от тебя боже мы властвия имя твой господь и мы властвия им каждого господь кто сегодня с нами в зале господь кто сегодня с нами через онлайн ну святое действуй могущественные посетить каждого свой благодатью и милостью во имя иисуса христа аминь сегодня я хочу говорить о языке любви господа я не знаю как вы постились и о чем вы молились что просили господа вот я поделюсь немножко тем что я пережил интересный такой момент когда мы поехали с братьями на выезд мы решили уединиться молиться поститься были там на воде только и вот мы молимся я вот ожидаю думаю господь но у меня есть несколько нужных важных для меня они важны с точки зрения служения с точки зрения как двигаться нам церкви дальше есть какие-то сложные вопросы которые на разрешать и вот молюсь ожидаю от господа вы знаете а в ответ такая полнейшая тишина думаю ну что такое а у меня уже было такое знаете когда-то с одним пастором разговаривали слушай иисус пришел явился мне там рассказывать я такой его слушаю девяносто первом году я думаю вот все люди как люди иисус приходит говорит с ними является видение откровение пророчество истолкование я иду на чего я такой недуховный вообще вот ну все люди как люди со всеми господь так близко иду так по дороге и господи ну ты ему явился ну явись мне я весь мне искренне искренне прошу господа чтобы он явился мне и узнаете спустя шесть лет после того когда я попросил вот в самое непростое время господь пришел действительно явился мне это незабываемый опыт это невероятно что-то было да вот я не могу похвалиться что со мной знаете господь или я с господом на ты разговариваю знаете каждый день там он ко мне приходит мы там ужинаем я иногда слушаю такие знаете небылицы как люди рассказывают там иногда некоторые слушай а я с ним причащаюсь говорит каждый вечер ручем вином алкоголиком скоро станешь если будешь каждый вечер точно поедешь в репцентр и вот пощусь эти дни и ожидаю знаете молюсь об одном прошу господа знаете а его молюсь о церкви молюсь о людях даже пророки к нам приехали звонят мы будем там проезжать недалеко там я говорю заезжайте к нам приехали пророки три пророка приехала представляете целый сон пророков посетил нас ну все я думаю вот сейчас уже точно господь будет у меня уже список нужд о чем надо с богом поговорить раз сам не могу значит позвал пророков через них точно поговорим и вы знаете я молюсь с богом об одном он со мной о другом я с ним об общественном он со мной лично я с ним о каком-то каких-то планах а он о моей внутренности вы знаете вот сегодня последний день поста когда мы с вами постимся да и я понял для себя получил такое откровение что от во время молитвы смирение поста бога волнует больше наше внутреннее состояние чем все наши планы наши намерения что бог хочет использовать каждого из нас и иметь дело с каждым из нас и когда он смотрит на твое сердце когда он смотрит на твою жизнь когда он смотрит на то о чем ты мечтаешь или можешь а он говорит вот такой как то есть ты не сможешь делать то о чем ты мечтаешь не нужно с тобой поговорить кое о чем Интересно, что Петр, который достаточно был такой, знаете, очень своеобразной личностью в команде Иисуса Христа Мне понравился фильм, который я видел, называется «Избранное», рекомендую его посмотреть Он есть на площадках доступных И там есть одна из серий, описывающего Петра, очень дерзкого, очень своеобразного, очень такого, знаете, очень похожего на нас с вами Такого обычного человека с какими-то дефектами, с какими-то своеобразным отношением к жизни И вот, представляете, вот этот человек призван Богом, ибо хочет иметь дело с ним Как с ним иметь дело, когда у него множество дефектов в характере, когда у него множество недостатков Представляете, то он клянется тебе, что люблю тебя, что не оставлю тебя То он отрекается от тебя прилюдно Ну как иметь дело с таким человеком? Ну как вообще возможно? И вот, представляете, Иисус смотрит на него, и он что-то находит в нем такое, что он может иметь дело с ним Я не знаю, как выросли и воспитывались, но я помню себя ребенком Моя мама, если что-то хотела от меня, она не ругала меня Она не наказывала меня Знаете, что самое лучшее работало в моей жизни? Она ободряла меня, и я еще намного больше делал, чем я делал Мы называем это язык любви С одним ребенком, вот у меня четыре сына С одним нужно было разговаривать и использовать еще, знаете, какие-то вспомогательные средства Которые, если не через голову дойдет, то через попу точно дойдет И это работало А с другим достаточно было смотреть ему в глаза И не нужно было никаких угроз и никаких Просто достаточно было один раз сказать, и этого было достаточно Чтобы он тебя понял и не делал Третий Он такой, знаете, он все время торговался со мной Если наказывать, то давай не сегодня, а давай завтра Если наказывать, то давай, ну, чуть ли не сковородку себе, знаете, в одно место подложить Лишь бы папа, ему ничего нет Вот он, вот он вообще не любил это дело Он был очень самокритичный Когда я его спрашивал, сынок, ну вот я тебя четыре раза предупреждал, предупреждал Но я же тебе обещал, что на четвертый раз я буду тебя наказывать Да, я помню, папа А как ты думаешь, вот сколько ты раз заработал? Он смотрел на меня, говорил, семь Ни один из сыновей никогда не говорил Они все были такие, знаете, они любили себя Сколько? Три Сколько? Два А этот семь Смотрю на него, думаю, ну, наш же такой самокритичный Вот готов получить по полной Но на самом деле никогда не был готов, чтобы получить Он будет торговаться с тобой Начнет с семьи, дойдет до ничего И вот я смотрел на них, я понимал, что каждому из них нужен свой подход С каждым из них нужно как-то индивидуально проводить время Как-то индивидуально подходить Потому что если одного будешь наказывать и потом обнимать его И молиться с ним И говорить, что любишь его Это будет работать в его жизни А с другим это не будет работать С другим надо просто проводить время, беседовать И объяснять ему на пальцах, и он поймет И он тоже это не будет делать И у меня вопрос Как Господь хочет говорить с каждым из нас? Говорит ли он через какие-то сложные обстоятельства жизни Когда мы сокрушенные, тогда мы способны слушать его? Или когда он просто обнимает нас И он говорит, что он любит нас? И вот во время этого поста Я ожидаю, что Бог будет говорить мне о каких-то великих планах О каких-то важных для меня решениях А Бог начинает говорить со мной Любишь ли ты меня? Представьте, вот человек, который с серьезными дефектами Петр, который дерзкий Который, знаете, отличается от других учеников Который выскочка какой-то Который бежит первый, говорит, что вот Они не такие, я лучше, чем они В конечном результате показывает, что он хуже, чем они Одни себя могут сдержать, а другой не может сдержать Взял, достал нож, отрезал ухо человеку Понимаете? Невоздержанный какой-то И вот Бог смотрит на него И видит что-то в нем Особенно, что отличает его от других И он смотрит и говорит Послушай, а ты камень Я на тебе буду строить церковь Вот представьте, Иисус смотрит на каждого из нас И он смотрит не через призму наших недостатков Как мы смотрим на Господа Многие из нас, мы не имели дерзновения Что-то делать перед лицом Господнем Потому что мы слишком недостойные Как я могу участвовать в этом, если я не такая? Кто я такая, чтобы мне участвовать вот в этом? И мы знаете, почему так смотрим? Потому что мы смотрим через призбу нашего приятия Мы сами себя принять не можем Мы сами себя вместить не можем Мы сами собой часто недовольны А Бог смотрит на нас по-другому Знает твои недостатки Знает твои дефекты Знает твою жизнь Смотрит на тебя Я говорю, послушай, я хочу иметь дело с тобой Вы знаете, в этом году мы В прошлом году Вот сегодня отметили 30 лет с Ларисой Вот для меня отдых Это поехать на север нашего края Забуриться в какой-нибудь, знаете, бурелом Там неважно будут какие условия Где мы там будем спать Что мы будем там есть Вот я просто наслаждаюсь Вот для меня Вот если вы спросите Где бы ты хотел отдохнуть Я тебе хочу сказать Я не люблю на пляжах валяться Я не понимаю, что можно делать на пляже Вот мы едем на море Вот люди идут на пляж и лежат Я не могу Я хожу, ищу себе какую-то работу Я не представляю Как это вот целый день Как селедка проваляться на пляже Понимаете Вот я не понимаю этого Вот я за 10 дней Если два дня там побуду Мне вот так вот Вот так вот А кому-то Знаете, вот счастье в жизни Если они попали на пляж Они на там бы пляже Лежали бы Пока из малосольной селедки Не превратились бы Знаете, в сушеную воблу Вот они бы высохли бы на этом пляже Им лучшего отдыха В жизни не надо Вот отвези меня на пляж Положи меня на солнце И не трогай меня Буду лежать Хоть год Другой человек не может понять Почему нужно ехать на пляж Некоторые семьи Они терпят Знаете Кризис отношений Потому что они Не нашли этот язык любви Как любовью служить друг другу Вот мы этот год Назвали годом Служению ближнему Вопрос Вот Приведу простой пример Для одной женщины Если она сходит с автобуса Для нее дикость Если ей не подали руку Это для нее норма Она так воспитана И она считает Что это так правильно А другая Если ты ей подашь руку Она не будет знать Что делать с этой рукой Ей легче перепрыгнуть Через тебя И пойти Лишь бы ее никто не трогал И та и другая права Ну то и другое Разные отношения к этому Одной женщине Надо Чтобы ты ей приносил Каждый раз цветы Дарил подарки И этого достаточно Чтобы она была счастлива Для другой Не важно Какие ты принесешь цветы Не важно Какие ты принесешь подарки Если ты не будешь Уделять ей индивидуальное время Не будешь Просто беседовать с ней Это не будет работать Этого недостаточно Ей нужно Общение Одному Достаточно Когда его отругали И он начал делать А другого Не смей это делать Потому что Если ты начнешь ругать его То он просто Войдет в такой стопор Что вообще Ничего не сможет делать Одного начинаешь Хвалить И у него получается Другого начинаешь Хвалить Он еще больше Ничего не делает И тебе нужно Найти каждому подход Это называется Язык любви Вот мы отмечаем 30 лет А за 30 лет Все равно Уже поймешь Человек Лариса Эльберта Знаете Ей не надо пляжи Ей не надо Какие-то подарки Знаете Что ей надо Вот чтобы ты был рядом И чтобы ты Пошел с ней в музей А я уже это знаю Вот я время от времени Делаю такие сюрпризы Везу ее В какой-нибудь музей Она все музеи знает Я их никакие не знаю Но я слышу Прислушиваюсь Везу Приду в музей Хожу и думаю Ну что это за люди Конечно мне там интересно Когда ты смотришь Мировые шедевры Когда ты туда попадаешь Тебе очень интересно Но я там быстро устаю Я хожу и думаю Ну что они лавочки Не поставят в этих музеях Вот для нормальных людей Вот знаете Как в магазинах сейчас Вот мне нравится С женой ходить в магазин Придешь там сейчас есть Какой-нибудь магазин пришел Там лавочки Сел Она пусть ходит А ты сиди Вот я когда первые разы Попадал в музей Я всегда возмущался Ну что они не делают лавочки Ну для нормальных людей Как я Ну как можно Четыре часа Или пять часов Ходить по музею Понимаете Умереть можно Они могут Сорок минут Возле одной картины Возле какого-то шедевра Стоять Сорок минут Детали усматриваться Наслаждаться пейзажами Ну я тоже могу Минуты две Посмотрел Красиво Потом посмотрел Где лавочка Вижу там за пятьсот метров Для дежурного по залу Есть лавочка Еще один стульчик рядом Ну пойду сяду Не выгонят Посижу И вот думаю интересно Мы такие разные Мне надо какой-то дикий лес Понимаете А ей нужен музей Вот если мы Не научимся Друг другу угождать То будет плохо все Вот если она будет Хотеть в музей Я ее буду тащить в лес С этого ничего хорошего Не получится Если я всю жизнь В музее проведу Тоже Я там счастлив не буду Язык любви Ты хочешь Мне угодить Ты хочешь Чтобы мне было хорошо С тобой Да Тогда найди подход ко мне И вот Иисус Иисус Буквально только Три стиха 21 глава Иоанна Когда же они обедали Иисус говорит Симону Петру Симону Петру Любишь Любишь ли ты меня Люди 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 которые очень близки Они говорят Да господи Я люблю больше чем они И вот они сидят Ужинают Знаете Знаете Это такая Вечеря Перед чем-то важным О чем-то Люди которые дорожат Друг друг другом Хотят поговорить И Господь спрашивает У Петра Петр Ты Правду меня любишь Ты действительно Меня любишь Петр наверное Думает о том Что ну я понимаю Иисус Ты Ты был тогда Когда я отрекался От тебя Ты был тогда Когда я Был невоздержан Ты был тогда Когда я уснул Ты был тогда Когда я с горы Не хотел спускаться Ты знаешь все Ты Ты меня знаешь Хорошо А тут Иисус ведет себя Как вроде бы Он Петра не знает И он говорит Слушай Петр Ну ты действительно Меня любишь И Петр Открывает ему Своё сердце Говорит Да я люблю Представьте Такую картину Если бы Иисус Во время этого поста Пришел К каждому из нас И начал просто Говорить о том Не каких-то Великих планах Не великих Наших нуждах А говорил с нами О любви Вот если бы Явился тебе Иисус И сказал Что я люблю Вот это Я Смеюсь с Давида Знаете Когда он Приехал с Воркуты И рассказывает мне Что он там Встретил девушку Такую Ну прям Такую девушку Ну прям Такую девушку Ну прям Вообще Вот такую девушку Да что такое Что же она такое Сделала тебе Папа Представляешь Мы сидели Я просто поделился Что я люблю чернику И что И она представляешь Зимой Там 300 или 500 метров От дома Молитвенный дом Пока мы разговаривали Она сбегала домой Принесла чернику И положила мне И положила мне это варенье Она его так Впечатлила Что он влюбился На нее всю жизнь Я его слушаю И думаю Ну какой ты наивный Как она тебя Так подцепила Просто А он Впечатлен Уже ничего не видит Не слышит Я его Сынок Подожди Не спеши Папа Сколько надо Буду ждать И вот эта Голубика Или черника Знаете Впечатлила Его на всю жизнь Она поняла Что ему нравится И она это ему Принесла И угодила так Что полюбила А что сделать Для Господа Сердцевидец Все знает Знает Твои недостатки Знает Твои возможности И он задал тебе Один вопрос Любишь ли ты Меня Три раза Иисус Говорит Что Он хочет От Петра Знаете Что он ему сказал Другими словами Он говорит Люби Церковь Он говорит Спаси Моих Овец Хочешь Знать Что Очень угодно Господу Ты действительно Хочешь Угодить Ему Начинай Заботиться О его Невесте Начинай Открывать Своё сердце Для него Начинай Что-то Делать Чтобы Имя Его Прославилось В твоей Жизни Иисус Говорит Пётр Ты Действительно Любишь Меня Да Господи Я люблю Ты любишь Больше Чем Другие Да Господи Люблю Больше Чем Другие Паси Моих Овец Представьте Три Раза Это Как Знаете Как Для Человека Которого Ты любишь И ты Хочешь Угодить Ты знаешь Что он Хочет И ты Это Делаешь Как Сюрприз Вот У нас 30 лет Было Во время Пандемии Ограничены Переезды Ограничено Все Я Тихонечко Чтобы Она Не знала Я говорю Мы едем На конференцию Какую Конференцию Я говорю Важную В Санкт-Петербурге А сам Уже Купил Билеты Забронировал Гостиницу И уже Знаю Что мы будем Каждый день Делать Мы пойдем В Маринский Театр Мы пойдем В Эрмитаж Мы пойдем И мы будем Проводить время Я хочу Угодить тебе Я хочу Сделать то Что тебе Нравится Я буду Бороться Со сном В театре Чтобы не уснуть Потому что я Не такой Творческий человек Я вам Открою секрет Я когда прихожу Первым делом Смотрю программу Сколько она Будет длиться Три с половиной Часа Последний раз Ромео Джилета Мама родная Помоги мне Господи Я думал Что усну Не вы знаете Не уснул Но это ты делаешь Для чего Когда ты хочешь Угодить Когда ты хочешь Благословить Вот что благословляет Моего Господа Что благословляет Моего Господа Что ему Приятно Давайте поинтересуемся Давайте послушаем Давайте просто узнаем Иисус А что тебе нравится Патру Ты хочешь Чтобы мне нравилось Да Паси Паси моих овец Вот если ты будешь Паси моих овец Вот мне ничего не надо Больше Петр от тебя Паси моих овец Вы знаете Петр становится Основанием для церкви Потому что он понимает Что Богу нравится Начинает это делать Если мы как церковь Хотим Угодить Господу Нам нужно Открыть свое сердце Для служения Нам нужно Открыть свое сердце Для других людей Нам нужно Научиться вмещать их И любить их Потому что это то Что Господу Нравится Каждый из нас Когда мы молимся И мы просим Господь Я хочу исполнить волю Твою Я хочу Господь пошли Меня куда-то Используй меня Дай мне какое-то служение Вот все О чем Господь Поговорил бы С каждым из нас Любишь ли ты меня Господи Всем сердцем Паси моих овец Три раза Вы знаете Не один раз Не намекнул просто А конкретно Говорит служителю Божьему Заботься о моей церкви Строй мою церковь Созидай невесту Христову Господь Ну а как нам В двадцать первом году Когда Мы не знаем Что ждет Знаете Если до двадцатого года У нас С вами были планы На пять На десять лет Мы ходили на тренинги Которые говорили Закройте глаза Представьте Вы Где вы будете Через десять Через пятнадцать лет И каждый из нас Брал бумажку Рисовал Какие у нас будут планы То если бы сейчас нам сказали Сядь Нарисуй планы Где ты будешь в сентябре То и узнать Где я буду в сентябре Дожить бы до марта Жизнь такая Что некоторые не дожили Не думали умирать Сколько было тех Которые говорили Все в августе Все закончится Все дождь пошел Больше не будет никаких Эпидемий Дождь прошел Эпидемия продолжалась Усиливалась Сколько было тех Которые говорили Так говорит Господь Будет вот это и вот это Произошли события А Господь оказывается Ничего не говорил Вот как жить Как двигаться Когда пророки умолкли Когда ереси Начали одолевать общество Когда ты не знаешь Как построить планы вперед Когда напряжение в обществе Вырастает настолько сильно Что становится Ожесточенным общество Знаете Меня Во время этого поста Восхищало поведение Апостола Павла Который сидит в темнице 35 или 37 метров Под землей В Риме В Риме сидит Канализация городская Проходит Прямо под этим городом Он не видит Света белого И Павел пишет Завещание Тимофею Пастору самой большой церкви 140 тысяч Церковь была у него Что он ему пишет Заклинаю тебя Господом Богом Настой вовремя Не вовремя Паси овец Забудься о церкви Ну ты прожил жизнь Павел Ты Это же твое Послание Это же завещание Твое Заклинаю тебя Господом Богом Ну скажи Что-нибудь Что-то внутри Накипело За всю жизнь Но выговорись В конце концов Тебя сколько раз Побивали Тебя сколько раз Хотели Утопить Сколько раз Тебя хотели Убить Сколько раз Издевались На тобой Сколько Несправедливости Ты перенес В этой жизни Тебя император Посадил В эту самую Паршевую тюрьму Империи Ну напиши Что-нибудь Тимофею Что-нибудь такое Ну просто Вот скажи Что Он же тебе Как сын Вот скажи Сыну Перед смертью Что-нибудь Мог он Написать Такой Тимофей Оставь служение Уедь В Грецию Собери вещи Езжай в Крым Понтийское царство Скрывайся там В горах Просто верь Молись Не лезь никуда Пострадаешь Как я пострадал Нет А что он ему пишет Люби церковь Люби Бога Утверждает Слово Божье Настой вовремя А не вовремя А что делать С начальством Что делать С императором Который посадил Тебя А его Прежде всего Прошу Совершая молитвы Моления Прошения Благодарения Не укажи Жестокости Евреям написано Этих людей Мир не стоил Вообще Не стоил Понимаете Это праведники Из праведников Это святые люди Разве он не мог Написать Тимофей Возьми церковь Придите к императору Проведите там Служение Под его дворцом Я нечестно Осужден Я страдаю За истину Я когда во время Поста читал Это я вообще Я Я не понимаю Его сердце Я не понимаю Его это сердце Любви Исполненное Его гонят Его преследуют Его ненавидят Его планируют убить А он Благословляет И он дает Наставление молодым Не оставляйте Продолжайте Любите Служите Исполняйте Великое поручение Заботьтесь У тебя сильная вера Тимофей Не вздумай Остановиться Ну что это Это язык любви Это то Что двигало церковь Это то Что меняло общество Это то Что оказывало влияние И гнали Их преследовали Над ними издевались Их распинали Что с ними не делали А они продолжали верить Они продолжали любить Они продолжали Благословлять И император Рима В один день Склоняет свои колени И принимает Господа Потому что Этот язык любви Был сильнее Всех амфитеатров Которые там были Сильнее того зла Который они делали Язык любви Мы хотим Действительно угодить Господу Мы действительно Хотим исполнить Его волю Господи Что нам делать В 21 году Давайте мы откроем 40-й псалом Я хочу попросить вас Возьмите этот псалом Вот эти Пять стихов Просто Положите закладку В Библию И подчеркните Эти пять стихов Обозначить для себя Пусть они Для вас будут Ободрением И благословением На весь 21 год Мне кажется Этот псалом Для нашего времени Это псалом Давида Блажен Кто помышляет О бедном В день бедствия Избавит его Господь Господь Сохранит его И сбережет ему жизнь Блажен будет он На земле И ты не отдашь его На волю врагов его Господь Укрепит его На одре болезни его Ты изменишь Все ложи его В болезни его Я сказал Господи Помил меня Исцели душу мою Ибо я согрешил Перед Тобою Блажен Кто помышляет О бедном В день бедствия Избавит его Господь И если что-то Случится Если ты заболеешь Господь Сохранит его И сбережет ему жизнь Блажен он будет На земле И ты не отдашь его На волю врагов его Господь Укрепит его На одре болезни его Ты изменишь Всего же его Болезни его Интересно Писание не говорит Что если ты будешь Кормить бедного Если ты будешь Отзываться на нужду Вдовы Если ты будешь Помогать нуждающемуся Если ты будешь Кормить голодного Что с тобой Будет все хорошо Нет у тебя Будут оставаться враги Нет у тебя Будут те Которые будут Злословить И ненавидеть тебя Тебя будут Те которые будут Пытаться Желать тебе Плохого Писание не говорит Что знаете Если ты будешь Это делать Если ты будешь Помышлять об этом У тебя ничего Этого не будет Знаете что Господь говорит Я сохраню тебя Когда Когда ты заболеешь Если ты заболеешь Я изменю ложе твое Я на удре болезни Поддержу тебя Я не отдам тебя На волю врагов твоих Я не позволю Врагам твоим Восторжествовать над тобою Я буду поборать за тебя Господи Как это сделать Люби Мою церковь Служи Людям Достигай Недостигнутых Открывай свое сердце Делай его более милосердным Господи И это поможет мне Да Это поможет тебе Потому что Я буду Исселять душу И я буду миловать тебя И даже когда согрешил То я буду обличать тебя Что ты будешь Иметь свою совесть чистая В том чтобы Открывать свой грех Передо мной Другими словами Когда Бог Начал говорить с Давидом Давид говорит Господи Я когда это буду делать То я чувствую себя Что я грешник Я чувствую Что мне надо Кое-что поправить В моей жизни Вы знаете Вот во время Вот этого поста Интересно что Ты строишь какие-то планы Ты мечтаешь о чем-то А Бог говорит о твоем Бог хочет очистить тебя Бог хочет Освятить тебя Бог хочет Использовать тебя И Бог хочет Чтобы ты просто делал То что ему угодно Чтобы ты расширял Пределы царства Поэтому мы в 21 году С вами Откроем свое сердце Для многих людей Мы поставим Такие знаете Палатки надежды В каждом районе Нашего города Где каждый Не обязательно знаете Человек который Без определенного места Жительства Или может быть Какой-то совсем Асоциальный там человек Нет Каждый Кто будет иметь нужду Кто захочет Чтобы за него помолились Кто захочет Чтобы его просто обняли Кто захочет Чтобы ему сказали Доброе слово Кто захочет Просто поесть Горячего супа Чтобы в каждом районе Нашего города Было место Такая точка Милосердия Где мы будем это делать А кто это будет делать Мы это с вами будем делать Разве нам тяжело Сделать пятьсот порций Супа И дать голодному Вы думаете У нас не найдется Средства с вами Для этого Мы не уделим Для вдовы Для сироты Или для того Кому Кто нуждается в этом Мы сидели Разговаривали с братьями И один из братьев Говорит Но я не понимаю У меня вот В моем окружении Нету людей Которые Нуждаются Нам нужно пойти Дальше нашего окружения Нам нужно Выйти из круга Нашего общения Нам надо пойти Там где есть Такие люди Таких людей хватает Таких людей хватает Кто сегодня плачет Кто не знает Чем своих детей Накормить Кто может быть Оставлен один Я недавно Встретил Человека У которого Трое маленьких детей И мужа нету Я смотрю Я вспоминаю Нас Когда у нас было Трое маленьких детей Это страшно Остаться одному С тремя маленькими детьми Полтора годика И полгодика Двойняшкам Это страшно Это те люди есть Они не идут на улицы Они не просят у людей Они там В домах своих плачут А мы откроем Своё сердце Шире Мы придём к этим людям Скажем Чем можем вам помочь А кто вы такие Мы те Кто сильно хотим Уходить к нашему Господу Ему нравится Когда мы это делаем Слушай Ну я никогда это не делал Я работаю На приличной работе У нас всех Нормально зарабатывают Ничего страшного Пойдём вместе Ты оденешь халат Я одену халат Ты будешь держать тарелку Я буду накладывать Вместе это будем делать Но наши дети Не нуждаются Наши да А их нет Давай накормим их детей А бабушка У которой маленькая пенсия Она Не может себе приготовить Врачью пищу А мы давай сделаем так Чтобы она могла взять с собой Пусть она придёт К нам Мы ей положим Мы послужим каждому Кто придёт к нам И мы сделаем В каждом районе Такую станцию В 21-м году В каждом районе Мы начнём двигаться Не для того Чтобы у нас было много Служений в одном месте А чтобы по воскресеньям Начать проводить служение В районах Чтобы закамским Не нужно было В 5 утра вставать И ехать На 9-часовое служение А чтобы они могли В 10 часов В 8 часов проснуться И прийти пешком Я не в закамске На служение А раз В 2 месяца Или раз в месяц Или раз в 3 месяца Неважно как решим Будем собираться Все вместе Поклоняться Господу А пока мы пойдём В район Мы не будем ждать Когда жители Закамска К нам будут ехать Мы пойдём К этим жителям Мы будем делиться Любовью Мы откроем Своё сердце Чтобы Принимать А что мы ещё Будем делать В 21 году Каждый из нас Посмотрит На всех наших друзей Кто ходил Кто служил Я вчера Встретился С одной семьёй Прекрасные люди Мужа вижу Каждый раз Позвал их вместе Сидят с женой Жена говорит А меня уже 3 года нет Я когда прощался С этой семьёй Молился за них Я подошёл К этой Сестре Я говорю Прости Ты периодически Бывал Я тебя видел Я думал Ты есть Это наша ошибка Что мы не заметили Прости И было очень неудобно Что я извинялся Перед ней Но на самом деле Мы многих своих Прошли мимо Когда они ждали Что мы придём К ним Нам нужно В годе заботы О ближнем Всё наше Всё наше Душепопечение Всё наше Любовь Всё наше Внимание Направить на тех Кто дорог В очах Господних Каждый человек В церкви важен Для Господа И мы пойдём К этим людям Мы посетим Их дома Мы спросим Как у них дела Мы обнимем их Мы скажем Что мы помним Их Мы скажем Что мы молимся За них Мы выслушаем Их Историю Что происходит С ними И мы подумаем Как им помочь Знаете Мы хорошо Встречаем Когда человек Приходит на покаяние И у нас сразу Выходит человек И мы Душепопечитель Который готов Служить И быть благословением Для рождённого В Доме Божьем Разве мы не пойдём К тем Которые уже Рождены В Доме Божьем И уже дети Божьи Но по каким-то причинам Они как Марфа Они не поняли Они осуетились Пришла боль Пришло разочарование Они остались дома И Марии пришлось Послать Скажи Иисус зовёт тебя Вот нам нужно будет Прийти в эти дома Может быть По причине Эпидемии Они закрылись Может быть По причине Суеты Они закрылись Может быть По причине Каких-то Волнений Страхов Они закрылись А может быть По причине Каких-то Огорчений Обид Они закрылись Да неважно Какие причины Мы придём К ним Мы придём К ним Мы скажем Что мы вас любим Господь любит вас Вы важны В очах Господа И вы важны В наших очах Недостаточно Что мы вам пришлём Открытку На Рождество Недостаточно Что мы напишем вам На Пасху Этого недостаточно Мы хотим Вместе Дойти к вечности И кто-то скажет нам Оставьте меня Я устал Я не хочу А мы скажем Нет Мы не оставим Мы будем нести тебя Мы будем нести тебя Мы хотим проводить Вечность вместе Потому что для нас Церковь это не игра Для нас вера Это не просто Какое-то увлечение Как кто-то думает Ну сейчас Пусть походит Потом у него всё пройдёт Нет Не пройдёт Это навсегда Это в вечность Собой возьмём Почему вы это делаете Потому что это язык любви Иисус хочет Чтоб мы это делали Ты меня любишь Да, Господи, люблю Паси моих овец Заботься о моём народе Люби людей Служи им Знаете, мы Вот Влияние мира этого Оно настолько сильно На нас оказало влияние Что мы стали чёрствыми Мы научились Мы научились Улыбаться тогда Когда у нас болит Мы научились Делать вид Что мы не замечаем Когда кто-то Ожидает нашего взора Мы научились Быть вежливым Друг с другом Даже Когда нам говорят Повернись и скажи Что Иисус любит тебя Мы даже это делаем Но на самом деле Мы внутри стали Настолько чёрствые Что нам нету Никакого дела Друг до друга А это Не язык любви Это наш эгоизм Который Так нас любит Который Говорит нам Что Только к нам Должны Поэтому мы знаем Всё про всех Одна сторона говорит Я не могу служить Я говорю Почему Все кругом Лицемеры Ну я не имею ввиду Пастор вас А я говорю Все мои лицемеры Не переживай Но только Не только Все это подразумеваются Остальные А ты нет И ты И я Нам всем каяться надо Всем Вот поэтому Во время этого поста Бог Подходит к тебе Так близко Чтобы поговорить С тобою Об отношениях С ней Ты меня любишь Ты меня любишь Ты меня любишь Я верю Что Бог Будет использовать Нас В этом году Мы Сделаем больше Ударения на домашние Группы Многие из нас Мы их не посещаем Мы считаем Этого не так важно Но вы знаете Эпидемия Показала Что очень важно Вот это духовное Попечение Друг о друге Когда мы Мы можем общаться И делиться нуждами Сколько мы получили Отзывов От домашних групп Что кому-то Нужна помощь Знаете почему В силу нашего Воспитания Нашей культуры Мы не те люди Которые способны Просить Нам легче дать Нам очень тяжело Принять Нам когда человек Что-то дает Мы не знаем Мы не знаем Как реагировать На это Нам легче Отдать Чем принять Но благодаря Домашним группам Мы узнали О многих нуждах Наших братьев и сестер Которые Никогда бы нам не сказали Они стеснялись этого Они боялись Признаться в том Что у них Трудно А рядом Кто был И знал Они тихонько Нам сообщали Вот там есть семья Папа не работает Нет работы И у них есть проблемы И мы шли В эти дома И мы шли В эти семьи И там было немало Слез Благодарности Господу За внимание И помощь Которую мы оказывали Мы каждый день От 25 до 40 Человекам Оказывали помощь Когда был Вот этот момент Когда мы все С вами В локдауне были Сидели дома Все закрытые Каждый день 25-40 Мы несли Наборов Подарков Какой-то помощи Каких-то финансов Мы приходили В семьи И мы Мы придумали В церкви Даже какую-то работу Для братьев Где мы говорили Мы не можем Вам заплатить много Мы вам дадим Вот на день Чтобы вы взяли Просто 500 рублей Но мы вас покормим Придите в дом Божий Ну возьмите 500 рублей Пойди Купи продукты И просто Позаботься О своей семье Мы это придумали Во время пандемии Мы искали пути Как помочь Людям Чтобы они не думали Что мы просто Им даем А чтобы У них В их понимании жизни Они не могут Принять такую помощь Им легче что-то сделать И взять эти деньги И тогда принести домой И мы и на это шли Мы действительно Любим Господа Тогда нам нужно Открыть свое сердце Послушайте Вспомните мои слова Когда мы начнем это делать Тысячи людей Придут ко Христу Благодаря нашему Участию В служении Людям Ближним Поэтому я хочу Чтобы вы открыли Свое сердце И вы молились Об этом И просили Господа Чтобы Бог Проговорил К вам Что вы будете делать Или вам надо Идти в служение Душепопечителей Или вам надо Начать посещать курсы Для лидеров Домашних групп Или вам надо Стать волонтером На станции Оказания помощи Людям Где вы скажете Я Господь Один день в неделю Один день в неделю Или три часа в неделю Господи Я приду Я приду И я буду Служить этим людям И мы с понедельника По пятницу Или там с понедельника По воскресенье Неважно Мы будем Говорить людям О любви Господа Мы будем это делать Все во имя Господа И мы будем приглашать И в дом Господень Когда мы начали Это делать на Гаеве У нас каждую Неделю Сейчас люди Каются на Гаеве Так там же Такой гигант Там такой завод Там столько работы Да Там много людей Имеют работы А много людей Нуждаются И мы пойдем Ко всем А будут заходить туда Просто люди Конечно будут А что мы будем делать С ними Мы будем проповедовать И в Англии Мы будем нести им Послание любви Мы будем говорить им Что Бог их любит Мы В этом городе Станем Местом надежды Для людей Тогда Когда им трудно И тяжело Они будут идти Паси Божье стадо Паси его овец А кто эти овцы Все живущие В этом городе Его Все Те кто любят Бога Кто еще не любит Бога Кто знает Его Кто не знает Его Все Его Всех любят Представляете И вот этот язык любви Принести в это общество Прийти и сказать Мы любим вас А мы за белых Не важно Мы любим вас А мы за красных Да не важно Там у нас разные Политические взгляды Ну там вот На кухне можете ссориться А у нас на кухне Покушайте И идите Во имя Господа Иисуса Христа Не надо ссориться Мы будем служить Для всех Для бедных И для богатых Десять месяцев До пандемии Я получил пророчество Недавно нашел его На телефоне Снова прослушал Пророк говорит Через несколько месяцев То что произойдет Вы даже Если я вам сейчас открою Вы Не примите это И вы Если бы вы знали Что будет Вы бы уходили И плакали И там Дальше говорится Многие кто потрудились Я их заберу Они перейдут в вечность И хладья уже подходят К другому концу Переходят из жизни в жизнь Когда мы слушали Эти пророчества Я не мог понять А что такое Через несколько месяцев Что-то произойдет Ну Все вроде нормально Мы строим планы Все хорошо И там такие слова Мира хлеба уменьшится Я думаю Ну мы в изобилии Мира хлеба не уменьшилась Мы с вами сидим Может быть У кого еще уровень Достатка не упал Мы думаем У нас ничего еще не поменялось А Бог говорит Мира хлеба уменьшится Мира хлеба уменьшится И дальше говорит И в это время Обращу богатых И обращу бедных Знатных И неважных В это время Многие придут Ко мне И вот когда я прослушал Это буквально Пару недель назад Это пророчество Я был весьма удивлен Потому что за 10 месяцев До пандемии Оно было неактуальным А сейчас Когда я смотрю Через то Что было сказано Я понимаю Что мы именно и есть В том времени О котором было сказано Это время церкви Это время церкви Когда пределы Царства Божьего Расширятся А нам Что делать нам Церкви Чтобы избежать Трудностей Избежать проблем Как пройти через это Место неизвестности 40-й псалом Блажен Кто помышляет О бедном В день бедства Избавит его Господь Блажен Господь сохранит его И сбережет ему жизнь Блажен будет На земле И ты не отдашь его На волю врагов его Ты хочешь жить Ты хочешь преуспеть Ты хочешь Чтобы у тебя было Все хорошо Да Начинай делать то Что Бог хочет Чтобы ты делал Начинай это Не просто Теоретически понимать Начинай участвовать в этом Не просто Знаете Когда мы Будем собирать Каждое воскресенье Нашу корзину Которую мы собираем На миссионерскую деятельность Мы начнем ее На добрые дела делать И ты будешь Понимать Как бы Ну я дам На несколько тарелок супа Мне не жалко Давайте мы пойдем Не от позиции Что мы откупимся Чтобы кто-то это делал А в сердце свое положим Что мы будем Помышлять об этом И мы будем делать это Потому что это наша защита Это то что пред Богом Это то что Цена в очах Господних Это то что становится Гарантией безопасности Для моих детей Для моей семьи Для меня Ты хочешь жить Да Тогда начинай делать то Что Бог хочет Потому что Бог говорит Когда ты будешь это делать То я сохраню тебя Господи А что делать Если я болею Даже если ты будешь болеть Ты не будешь умирать Я защищу тебя Я облегчу твою ложе Я позабочусь о тебе Я изменю обстоятельства Твоей жизни Как Господь Спаси моих обедцев Люби Меня и люби людей Все И что тогда Я защищу тебя От врагов твоих Я позабочусь о тебе У тебя есть много Недоброжелателей У тебя есть те Которые завидуют тебе У тебя есть те Которым ты сильно не нравишься Господи А как защитить себя От них Служи мне А я буду защищать Давайте мы встанем Скажите 14 февраля 14 февраля Мы поменяем Время служения Дорогие Перед тем Как мы помолимся Я сделаю объявление Чтобы не забыть Еще раз скажите 14 февраля Мы начнем служение В 9 часов Не будет служения Оно будет В 10 Потом Следующее служение У нас будет В 12 Потом у нас будет В 14 И потом у нас Еще будет служение В 16 Часов Если мы будем Наполняться И по нормам Не вмещаться Тогда сделаем Для вас любителей Кто рано встает В 8 часов А пока Жалеем вас Любим На час больше Поспите И к 10 Приходите С 14 Числа Хорошо Отец Семесно Мы приходим Пред лицо Твоё Я молюсь Господь Чтобы 21 Год стал Годом Господь Не просто Заботой О ближнем А Глубинных Отношений С Тобой Я молюсь Господь Чтобы 21 Год стал Годом Возможности Каждому Кто Хочет Исполнить Твою Волю Я молюсь Господь Чтобы Поднялись Господь Многие Служители Которые Будут Откроть Свои Дома Для того Чтобы Принимать Людей И посещать Чужие Дома Я молюсь Господь Что Ты Боже Побудишь Многих Быть Внимательным Друг Ко Друг Чтобы Вникая Нужды Оказывать Помощь Чтобы Мы Могли Господь Быть Благословением Друг для Друга Я Молюсь Господь Чтобы Мы Могли Вернуть Многих Потерянных И Оставленных Овечек Которые Где-то Блуждают В этом Мире Господи Дай нам Возможность Досить их Я Молюсь Господь Чтобы Станции Господь О которых Мы Говорим Господь Милосердие Были В каждом Районе Нашего Города Чтобы Было Достаточно Служителей Которые Будут Служить И Чтобы Было Достаточно Финансов Чтобы Все Это Обеспечить Боже Я Молюсь Чтобы Ты Побудил Сердца Многих Участвовать В этом Я Молюсь Господь Чтобы Знатные И Маловажные Умные Не Очень Образованные И Безграмотные Чтобы Многие Люди В этом Году Пришли К Познанию Истины И Провели Вечность С Тобой Боже Дай нам Достичь Это Общество Языком Любви Любить Этих Людей И Любить Тебя Я Господь Благодарю Тебя За тех Кому Мы Можем Послужить Тебе Слава Во веки Веков И Вес Род Божий Скажет Аминь Пожалуйста Присядьте Пожалуйста На Короткое Время И Перед тем Как мы Закончим Я забыл Рассказать Один Случай И Уйду Знаете Чтоб я Не думал Что на всех Служениях Рассказал А вам Не Рассказал Вот Скажите Мне Здравым Людям Вот Когда Человек К нам Приходит На Реабилитационную Программу Вот Сколько Человеку Надо Чтобы Освободиться И Начать Жить По-новому Три месяца И Стал Новым Человеком Но Когда Он Приходит К нам Второй Раз Мы Уже Начинаем Смотреть На Нем Думать Ну Что-то С парнем Не То Потому Что Ну Хотел Б Уже Вцепился За Господа И Был Б Свободный Но Когда Он Приходит К нам Третий Раз Как Вы Думаете Когда Человек Снова Появляется У Тебя Что Ты О Думаешь Представьте Вот У вас Сосед Украл Картошку Ведро Картошки Пришел Покаялся На утро Опять Встает К вам Прости Извини Что такое Вы еще Знать Не знаете Опять Картошку У тебя Украл Вот Когда Он Придет К вам На Пятый Раз И Скажет Что Он У вас Выкопал Уже Пол Огорода Что Вы Ему Скажете Вы Все Еще Прощать Будете Или Вы Будете Вот У нас Есть Такой Брат Влад Он Девятнадцать Раз Проходил Ребилитацию И Только На Девятнадцатый Раз Что То С С С С С С С Сегодня Он У Нас Пастор Сегодня У Него Семья Сегодня У Него Ребенок Он С С С Александровский А Если Мы Его На Пятый Раз Выгнали А Если Мы Ему На Десятый Раз Не Пустили Если Мы На Пятнадцатый Сказали Пошел Вон Отсюда У Него Был Был Шанс Не Был Я Смотрю Думаю Господи Я Не Понимаю Как Это Работает Но Для Кого То Нужно Девятнадцать Раз И Это Срабатывает На Девятнадцатый Раз Он Нашел Господа Вот Если Наполнен Любовью Божью То Будешь Его Принимать Девятнадцать Раз А Если Умом Человеческим То На Третий Раз Не Захочешь С ним Иметь Дело Вот Так И Нам Надо В жизни Некоторые Люди Говорят Не Хочу Не Надо А Нам Нужно Продолжать Приходить И Продолжать Любить И На Девятнадцатый Раз А Не Откроть Сво Сердце Чтобы Проводить Вечность Богом На Небесах Аминь Спасибо Вам Церковь За Участие Спасибо Вам За Ваше Даяние Спасибо Вам За Ваши Молитвы Спасибо Вам За Вашу Любовь Которую Вы Проявляете К тем Кому Мы Имем Привилегию Служить Вместе С вами Пусть Бог Господь Господь Слава Богу Иисус Господь Аминь Парни Своему Соседу Скажи В следующее Воскресенье В следующее Воскресенье У нас Будет Служение Хлеба Преломления Причастия Давайте Готовить Свои Сердца Для Этого Служения Также Я Напоминаю О том Что У нас Сегодня Последний День Поста Молитвы Сегодня В 19.00 Мы Собираемся Чтобы Молиться Искать Лица Божьего Мы Молимся За Служение Прославления Поклонения Поэтому Я Напоминаю О том Что Здесь В 19.00 У нас Будет Служение Мы Приглашаем Вас На Эту Молитву А Также Присоединяйтесь К нам Через Онлайн По Четвергам В Индустриальном Районе Служение Будет Проходить Соблюдением Рекомендаций Роспотребнадзора По Новому Адресу Улица Качалова 10 В 19.00 Вход Со Стороны Шоссе Космонавтов Мы Приглашаем Вас Жители Индустриального Района На Служение По Четвергам В 19.00 Качалова 10 Также Я Напоминаю О том Что 14 Февраля Наши Служения Будут Проходить Каждое Воскресенье В 10 12 14 И 16.00 Мы Приглашаем Вас Пусть Бог Благосовит Каждого Мы Продолжаем Читать С вами Библию По Плану Поэтому Давайте Вместе В единстве Изучать Слово Божие И читать С С понедельника Напоминаю О том Что Прямой Эфир Вместе С семьей Будет Проходить 21.00 Завтрашнего Дня Мы Собираемся У наших Экранов Телефонов И в 21.00 У нас Каждый День Будет Молитва Поклонение И Ожидание От Господа Аминь Давайте Поднимемся Наши Ноги Прежде Чем Мы Помолимся За Служение Прославление Сегодня День Поста За прославление Поклонение Я хочу Обратиться К тем Кто Сегодня Возможно Впервые На этом месте Библия Говорит О том Что Всякий Кто Призовет Имя Господне Спасется Сегодня День Спасения Сегодня Бог Говорит Твое Сердце Если Ты Такой Человек Ты Нуждаешься В прощении Грехов Подними Свою Руку Мы Хотим Помолиться За Тебя Чтобы Господь Изменил Твую Жизнь И стал Господом И Спасителем Раз И Навсегда Есть Такой Человек Сегодня В этом Зале Все Спасены Всех Имена Записаны Книгу Жизни Также Хочу Обратиться К тем Кто Сегодня С нами Через Онлайн Если Ты Впервые Смотришь Нас То Прямо Сейчас Повторя Вместе С нами Слова Этой Молитвы Отец Небесный Я Верю Что Ты Отдал Сына Своего И Иисуса Христа За Мои Грехи Иисус Христос Прости Все Мои Грехи Стань Моим Господом Стань Моим Спасителем И Я Открываю Своё Сердце Для Тебя Тебе За Все Слава Во Имя Отца Сына И Святого Духа Аминь И Ты Видишь На Своем Экране Сейчас Телефон Горячей Линии На Который Ты Можешь Позвонить Написать Нам И Мы Поможем Тебе Возрастать Господи Пусть Бог Благословит Тебя Поздравляем Тебя Давайте Еще Помолимся За Служение Прославления Поклонения Сегодня Мы За Это Молимся И Закончим Молитвой Благодати Отец Небесный Мы Благословляем Твое Святое Имя Мы Благодарим Тебя Господь За то Что Ты Поставил Левитов Певцов Боже Дал Дары Таланты Музыкантам Господь Чтобы Прославлять Твое Святое Имя Чтобы Поклоняться Тебе Мы Молимся Чтобы Эти Служения Они Росли Умножались Господь Давай Новые Песни Давай Новые Господь Боже Новые Таланты Открывай Господь Играть На различных Музыкальных Инструментах Чтобы Имя Твое Прославлялось Возвеличивалось Во имя Иисуса Мы Благословляем Каждого Левита Каждого Музыканта Каждого Кто Поет Каждого Кто Господь Поклоняется Тебе В Духе Истине Благословляем Благословляем Рост и умножение Этого Служения Мы Провозглашаем Твою Победу Твою Силу Твою Благодать Боже В этом Служении Во имя Иисуса Христа Мы Отдаем Все В Твои Руки И благословляем Твое Святое Имя Благодать Господа Нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа Добудется Всеми нами Аминь Приветствуйте друг друга Благословляйте С миром Божьим Благодать Благод soleм John Отца В ��민 В О В В В В В В В Продолжение следует...